доброго времени суток мои дорогие подписчики гости моего канала добро пожаловать на мой канал diamond dream и сегодня будем делать расклад на тему когда оба молчат этот расклад конечно подойдет для тех кто находится сейчас в паузе в расставании может быть какие-то недоразумения между вами происходят ваш мужчина как-то не совсем адекватно себя ведет и для вас непонятно его поведение его мотивы и сегодня я предлагаю вам на колоде таро последствий посмотреть эти очень важные моменты напоминаю вам что во-первых расклад общий соответственно может ситуация резонировать практически на сто процентов у кого-то будет практически не резонировать это нормально потому что это не ваш личный расклад это общий расклад и задача общего расклада конечно при так сказать удачи поймать вашу ситуацию и в этом случае карты таро дадут вам какие-то важные подсказки фатальной информации карты таро по крайней мере в моих руках однозначно не дают потому что вы всегда вольны изменить ход событий мы сами творцы своей жизни и эту информацию которую вы получите сейчас вы используете конечно для того чтобы навести порядок у себя в голове а не для того чтобы себя программировать и считать что это единственно возможный вариант развития событий вы сами меняете ход событий в вашей жизни то же самое касается и информации которые вам дают карты таро вам нужно визуализировать вашего мужчину визуализируйте пожалуйста назовите его имя можете назвать дату рождения представьте его внешность какие-то подробности его внешности и будем надеяться что карты таро покажут именно вашу вашу ситуацию ваше отношение я же вам напоминаю что по вопросам обучения обращаемся на ватсап большими буквами слова обучения и я вышлю вам всю необходимую информацию о моем обучающем курсе в том случае если вам импонируют мои трактовки огромное спасибо вам за лайки теплые комментарии за ваши донаты которые вы присылаете мне каждый день огромное вам спасибо низкий поклон если есть желание ссылочки на ресурсы находятся под каждым видео поддержать мой канал я имею ввиду благодарю вас итак я надеюсь вы уже визуализировали вашего партнера даже не знаю какие буду вопросы сейчас задавать вот что захочу то и буду спрашивать сейчас давайте посмотрим на дно колода сначала аркан иерофант аркан иерофант он означает то что в первую очередь и самое основное это то что мужчина в вашей жизни пришел как ваш учитель да да то что аркан иерофант это аркан кармический это очень глубокий серьезный аркан и он говорит о том что этот человек для вас учитель как бы он не поступал чтобы он не делал вашей жизни он пришел вас изменить этот человек пришел вашу жизнь неспроста для того чтобы вы изменились может быть для того чтобы научились любить уважать себя может быть для того чтобы вообще какие-то очень важные моменты поняли в отношениях между людьми какие-то правильные приоритеты расставили может быть для каких-то еще очень важных вещей этот человек пришел в вашу Ну и конечно по аркану иерофант очень часто отыгрываются различия между вами. Религия, вероисповедание, язык, кто-то старше, кто-то моложе из вас, причем может быть он старше и вы можете быть старше. Даже разный цвет кожи может быть, разные отношения к каким-то основополагающим вещам в жизни. Кто-то там толстенький, кто-то худенький, кто-то в отношениях, кто-то свободен, либо оба в отношениях и это является препятствием для вас. Можете жить на разных континентах, в разных городах, в разных странах, то есть какие-то различия между людьми здесь есть. Если вы подумаете сейчас, что да, особо нет никаких различий, если хорошенько вдумаетесь, то обязательно их найдете. Потому что аркан иерофант это такой аркан, который показывает нам именно различия, а порой даже какие-то ограничения между людьми. Но то, что это ваш кармический учитель и вообще эти отношения, здесь даже не сам мужчина, возможно не сам даже он, а сама ситуация отношений ваших, сама форма, само развитие ваших отношений вас чему-то учит. Давайте посмотрим вашего мужчину. Вашего мужчину в ваших же отношениях. Вы в этих отношениях. Тут, конечно, один другого стоит, как говорится, потому что он вышел семеркой жезла, вы вышли королем Пентакли. Посмотрите, мужчина с очень сложным характером, мужчина несговорчивый, мужчина противоречивый. Давайте вместе с вами посмотрим на этот аркан, посмотрите на этих людей, которые борются на жезлах. И вот этот человек посередине, он отбивается от шести человек с жезлами. У него это удачно, конечно, успешно получается, но он в какой-то вечной борьбе. Вот здесь и человек такой противоречивый. Здесь человек, которому выпадает вообще в жизни много каких-то испытаний. Ему приходится доказывать что-то, кому-то, как-то защищать свое пространство, свои границы личные. Добиваться чего-то в жизни именно какими-то вот такими активными действиями, порой даже какими-то не совсем понятными ему самому. Поэтому в ваших отношениях, я спрашиваю, какой мужчина в ваших отношениях? Вот он такой и есть, достаточно закрытый, достаточно какой-то для вас может быть даже непонятный. И иногда его действия настолько противоречивы, что вы не можете его понять. Почему он так поступает? У вас не хватает вашего разумения. Почему этот мужчина поступает именно так? Ну или женщина, если вы смотрите на женщину. Смотрите, какая-то вечная борьба. Вечная борьба, вечное какое-то доказывание кому-то что-то, потому что он вам что-то хочет доказать. Либо просто вот, ну сложный человек, здесь сложный человек. Вас показывают королем Пентакли. Этот мужчина имеет для вас ценность. Потому что это аркан, который сигнифицирует вас в этих отношениях. Во-первых, вы здесь можете вкладываться больше, чем этот партнер. Потому что у него вышел противоречивый жезловый аркан, а у вас вышел аркан король Пентакли. То есть вы можете вкладываться в эти отношения больше, чем он. И эмоционально, да даже и материально здесь у кого-то отыграться может. Но смысл этого аркана еще и в том, посмотрите, здесь у нас изображен король Пентакли с денежкой в руках. То есть этот мужчина для вас ценность представляет, безусловно. Но вы упрямый. Здесь бык нарисован, посмотрите, который поклоняется этому королю Пентакли. Но бык упрямый, бык сильный, волю которого сломить очень сложно. Так вот вы, возможно, единственный человек, который может вот этого самого быка. Потому что вы здесь на аркане, на этом. Это вы, король Пентакли. Вы, король Пентакли, здесь выходите. А он вот этот самый упрямый бык. Поэтому только человек с такой волей. У вас даже есть какие-то мужские черты характера. Вы можете быть мягкой, можете казаться пушистой. Можете. Можете. У кого-то так отыграется. Но стержень у вас очень сильный. Но, скорее всего, вы проявляете себя с достаточно такой вот точки зрения. То есть сильного человека, даже где-то с мужской энергетикой. И вот в этих отношениях вам постоянно его тоже приходится как бы покорять. Как бы не хочется говорить слов подчинять своей воле. Но здесь и такое тоже есть. Потому что мужчина упрямый. Потому что мужчина своенравный. Потому что мужчина поступает, судя по всему, так, как ему хочется. А не так, как хотелось бы вам. Или вообще обществу. Или еще кому-то. Ну, вас показывают вот так. Так, что между вами сейчас? Какова, так сказать, основа ситуации между вами сейчас? Туз Жезлов. Ну, что я могу сказать? Даже если вы сейчас с ним на паузе. Потому что вы смотрите расклады. Когда молчат оба. Значит, вы молчите здесь оба. Однако, между вами выходит Туз Жезлов. Туз Жезлов очень горячий аркан. Аркан шанса. Аркан страсти. Аркан чего-то яркого. Аркан кипучего. Это вообще аркан, который символизирует мужское начало. Секс, страсть. Вот такие вот горячие моменты. Поэтому это между вами и есть. Между вами очень страстные, яркие отношения на самом деле. И если вы сейчас, допустим, в молчанке, то здесь явно ни вам, ни ему. Это не все равно. Здесь такого и быть не может. Мне еще ни одного такого аркана не вышло. Так что между вами страсть. Между вами. Поэтому неудивительно, что такие арканы вышли. У него горячие какие-то арканы. Такие противоречивые. У вас вышел аркан подчинения кого-то своей воле. Но с ним, скорее всего, так и нужно с этим человеком. Его как-то нужно, знаете, так в охапку взять, структурировать и дать ему правильное направление этому мужчине. Хорошо. Давайте спросим сейчас, как мужчина видит ваши отношения. Как мужчина вообще видит ваши отношения. Как вы видите ваши отношения. И опять выходят два жезловых аркана. Мужчина видит с вами перспективы. Если он сейчас, если вы, допустим, расстались и вам кажется, что здесь окончание. Я здесь пока окончания никакого не вижу. Мне этого не показывают. Мужчина видит новые перспективы с вами. То есть к каким-то новым берегам по тройке жезлов он с вами бы отплыл бы. Даже более того, он сейчас рассматривает, возможно, какие-то новые варианты, как бы к вам, да, как с вами продолжить отношения. В каком формате. Что-то новое должно быть. Скорее всего, он понимает, что так, как было до этого, уже не стоит продолжать. Нужно что-то менять. Но также здесь не исключен тот факт, что мужчина смотрит и за другие горизонты, куда-то в новые гавани, так сказать. Вполне возможно, он предполагает, что он может отплыть из вашей общей гавани. Дальше сейчас будем смотреть. Но перспективы с вами он здесь видит. Я не вижу, чтобы он тут поставил точку, допустим. Как видите эти отношения вы? Вот этот мужчина, он как бы вошел в ваше сердце и не отпускает. Уж не знаю, чем он вас завоевал, чем он вас взял, но он вас держит. Он вас держит. Одни жезлы у вас здесь повыходили. Страсть у вас очень сильная, кипучая просто. Причем здесь имеется в виду не только, что вы там страстно хотите друг друга. Здесь в принципе в отношениях кипят страсти. И вы понимаете, что этот мужчина чем-то вас взял, что выйти практически невозможно вам эмоционально из этих отношений. Но вас показывают человеком, вообще женщиной или мужчиной, с очень серьезным характером. Человеком, который иногда даже хочет и доминировать, а может быть и во многом хочет доминировать. И вы это делаете в этих отношениях. Показывают вас таким образом. Чувства мужчины к вам на сегодняшний момент. Хочу посмотреть чувства, какие он сейчас испытывает. Вы к этому мужчине, какие испытываете чувства. Здесь кто-то из вас вышел из отношений. Очень, так сказать, вероятно, что это сделала женщина. Посмотрите, чувства ваши. У вас были к нему чувства, они остаются и по сей день. По всем остальным арканам я могу сказать, что этот мужчина ваше сердце не покинул. Но у вас какое-то разочарование, какая-то горечь есть и какое-то уже желание действительно выйти. Потому что восьмерка кубков. И вы здесь либо уже вышли из этих отношений, либо стараетесь как-то себя настроить эмоционально, что да, пора уже выходить из этих отношений. Все, достаточно. Все было когда-то, да. Но сейчас это больше вам приносит разочарование. Эти отношения вам приносят как-то больше даже разочарование. И то, что вы сейчас оба молчите. Вы наверняка, скорее всего, здесь ждете инициативы от мужчины. Он ее не проявляет, хотя он должен здесь ее проявлять. Это тоже вас может разочаровывать. Поэтому у вас чувства сейчас сложные к нему. Мне не показали любовь как таковую у вас по отношению к этому партнеру. Здесь случился даже уход, расставание. И у большинства отыграется так, что может быть либо по инициативе женщины, либо женщина здесь уже понимает, что действительно как-то пора уже либо выходить, либо что-то действительно кардинально менять. Но здесь больше информации, что уже пора. Многим из вас уже хочется закончить это. Здесь, конечно, не десятка мечей, там не башня выходит, но восьмерка кубков. Еще и девушка изображена. То есть с женской стороны здесь, с вашей стороны. Если вы мужчина, то значит с мужской стороны. Здесь у вас уже такие желания есть. Вы как бы эти чувства, пик чувств, вот то все самое прекрасное, что было между вами. Такое впечатление, как будто сейчас вам кажется, это где-то позади и нужно идти вперед. Вот такой момент сложно мне показали. У мужчины. Посмотрите у нас, какой сегодня мужчина. Ну просто обалдеть. У него одни жезловые арканы выходят. Четверка жезлов. Если вы с ним в отношениях вплоть до совместного проживания, ну допустим там муж и жена, либо просто гражданский брак с ним, либо мужчина в отношениях может быть, потому что вышел аркан четверка жезлов, но отношение к вам здесь серьезное. Чувства к вам есть. Четверка жезлов это чувства серьезные и глубокие. Мужчина понимает, это не эмоциональный аркан, там крыша сшибающая любви. Это аркан наоборот статики и устойчивости. Вот этот человек понимает, что вы его тыл, что вы именно тот партнер, на которого можно и нужно положиться, с которым можно и нужно строить совместный быт, дом. Он понимает, что именно с вами можно заякориться в этой жизни, потому что вполне возможно он этот якорь никак не может по-настоящему бросить в своей жизни. Его все тянет в какое-то новое плавание. А вот с вами действительно можно заякориться. И он это прекрасно понимает. Поэтому у него вышел в его позицию чувств к вам серьезный аркан, четверка жезлов. Но также, конечно, этот аркан нам еще и дает информацию о том, что тут мужчина может не действовать, потому что устойчивый аркан, четыре ножки стула, либо стола, нет движения какого-то, нет продвижения вперед. Вот. Поэтому тоже такой момент может быть. О чем молчит ваш мужчина? Почему вообще он молчит? Почему молчит? Ну, потому что королева мечей. Потому что тут вы можете быть на него либо обиженной, либо как-то вести себя подчеркнуто холодно с ним. Но наверняка не зря. Ведь королева мечей просто так не выходит. Женщина не становится королевой мечей в отношениях просто так. Она становится королевой мечей, вот такой хладнокровной, которая говорит какие-то колкие вещи, либо ведет себя уже холодно и как-то так отстраненно. Не от хорошей жизни. Давайте с этого начнем. У вас же не зря выпал в чувствах аркан восьмерка кубков. Значит, пришли ваши отношения к этой восьмерке кубков, и вы встали в позицию королевы мечей. Почему он молчит? Он молчит, потому что он считает вас, может быть, виноватой даже в том, что произошла ситуация вашего, так сказать, разобщения. У кого-то он считает, что вы слишком стали хладнокровной, слишком какой-то отстраненной женщиной, в чем-то где-то даже, может быть, и злость какую-то можете проявлять, либо конфликтность, либо еще что-то. В общем, такая колкая дама стали, он не хочет просто напоруться на ваш вот этот меч. Именно поэтому он и молчит. Почему молчите вы, если вы оба молчите? Почему молчите вы? А знаете, тут, по сути, вот идет такая информация вообще по всему раскладу, что в общем-то человек сегодня, тот человек, который смотрит этот расклад, он понимает прекрасно, что ему нужно идти вперед. Вышла восьмерка кубков, теперь восьмерка пентаклей. Вы в душе понимаете, что мужчина не единственный и неповторимый. И если он вас вогнал как раз вот в этот самый аркан восьмерку кубков, когда у вас уже есть желание выйти из этих отношений, значит, нужно идти вперед, ковать, так сказать, новые пентакли, создавать новые отношения, что-то новое строить. Вы можете об этом думать. Это во-первых. Во-вторых, вы здесь заняты работой, стараетесь, возможно, окунуться в какие-то свои дела. Работа, повседневные дела какие-то. Вы здесь стараетесь отвлечься. Но информации о том, что вы с ним полностью закончите отношения, готовы, тоже нет. Вы молчите, так же, как и он. Да, но вы надеетесь на то, что, во-первых, он сделает первый шаг, а во-вторых, вы надеетесь на то, что все-таки какое-то развитие дальнейшее у вас будет. Но в то же время подспудно у вас есть мысли о том, что нужно идти вперед. Возможно, нужно создавать что-то новое. И вообще, ну, в принципе, не держаться за этого мужчину. Если вы это еще пока не осознаете, то это уже есть у вас на подсознании. Вот. Вот такую информацию сейчас дают нам карты Тарон. Вообще, этот мужчина испытывает потребность в вас в общении с вами? Испытывает ли он потребность в общении с вами? Вот сейчас он, допустим, там вы находитесь в какой-то, в паузе, допустим, да? Не общаетесь. Но испытывает ли он потребность у вас? Конечно, испытывает. Королева жезлов вышла. Королева жезлов – это женщина, которая мощно, очень ярко подпитывает мужчину своей энергией. Она дает ему мощный стимул к тому, чтобы жить, двигаться, творить. Она дает ему страсть. Она дает ему шикарный секс. Она дает ему уверенность в себе. Она дает очень важные эмоциональные моменты. Она его как бы вообще подстегивает в жизни ко многим свершениям. Хочет ли он с вами дальше общаться? Он нуждается у вас, безусловно. Потому что вы именно тот самый костер в его жизни, который согревает, согревает его дом, его очаг. Вот, даже так можно сказать. Его душу, его сердце. Нуждаетесь ли вы в общении с ним? Хотите ли вы с ним общаться? Девочки, ну вы тоже, вы тоже нуждаетесь в общении с ним, потому что вышел Паш Пентакли. И более того, вы даже прощаете ему то, что он ведет себя. Посмотрите, вот он у нас нарисован. Это вы, вы к нему со всей душой тянетесь все равно к этому человеку. И он, посмотрите, у нас нарисован тут маленький такой человечек, взрослый мужчина, но он маленький. Карлик такой, лилипутик. И несмотря на то, что он рядом с вами, вот такой лилипутик, скорее всего, в духовном развитии, может быть, даже в интеллектуальном развитии вы можете быть выше. Ну, то есть, вы вообще в чем-то выше него. Может быть, душевные качества у вас лучше. Может быть, вы как человек более такой, знаете, открытый, интересный, яркий. Может быть, вы ведете себя даже более зрело. Хоть и Паш здесь вышел, Пентаклик. Но, тем не менее, здесь уже такой взросленький человек стоит. А вот этот вот маленький старичок, ну, он маленький. То есть, здесь взрослый мужик должен быть, а он, по сути, вот маленький, понимаете? Он ведет себя, как лилипутик. Все его действия, если сравнивать там с большим человеком, лилипут, ничего плохого в этом нет, конечно. Тут даже гномик, неправильно говорю, лилипутик. Гномик, маленький гномик. Вот он себя ведет, как гномик. Маленький причем, да? Хотя, сам по себе является человеком взрослым. Вы ждете от него извести. И у вас есть потребность в общении с этим мужчиной. Если у вас есть общие дети, тут, конечно, и дети вас связывают, потому что Паша-то еще аркан детей. Здесь не обязательно, естественно. У кого-то есть, у кого-то нет. Но у вас есть потребность в общении с этим мужчиной. Мужчина видит вообще какие-то перспективы. О чем он молчит-то вообще? По поводу перспективы. Как он видит перспективы с вами сейчас? Помните, что ситуация меняется. Он понимает, что нужен период вот этого самого отдыха, передышки какой-то. Он понимает. И смотрите, еще он понимает, потому что в этой колоде здесь женщина, женщина, видите, с красивым цветочком к нему подошла. Какой-то был недавно расклад у меня. Я сказала, что очень похоже на сказку «Спящая царевна», только там принц целовал принцессу. А здесь наоборот. Принцесса подходит к принцу к своему, чтобы подарить ему этот поцелуй, который его оживит. И он считает, что период вот такого отдыха, в такой позе, в которой он сейчас лежит, отдыхает, он нужен. У кого-то, конечно, может отыграться, что не очень хорошо себя человек чувствует, там болеет, еще что-то происходит в его жизни такого плана. Но здесь смысл в том, что он понимает, что вам, может, спит у кого-то сейчас, но он понимает, что этот период затишья между вами, вот эта самая пауза, она должна быть. Она должна произойти в вашей жизни для того, чтобы, наверное, вам осознать обоим, что вы друг для друга значите и как дальше вам вместе идти. Поэтому каковы намерения его? Намерение пока, пока в этой позе продолжать находиться, пока он полностью не осознает, что ему дальше нужно от этих отношений. Ваше намерение, ваше намерение. А вы тут переживаете. А вы переживаете. Можете винить себя, можете бороться с какими-то драконами вашими внутренними. Можете его обвинять в чем-то. Девятка мечей. Вы понимаете, что эти отношения вам приносят много боли, потому что девятка мечей вышла. Намерение. Вы понимаете, что если дальше вы будете в том же, так сказать, плане с ним общаться, и он, допустим, будет там отмораживаться, замораживаться, уходить, молчать, причиняя вам боль, его молчание причиняет вам боль. И вы постоянно об этом думаете. Причем боретесь как со своими демонами-драконами, так и можете его обвинять тоже, на него злиться. Сложный аркан вышел, надо выходить из него, девочки. А он в это время отдыхает, он в это время, так сказать, медитирует и себя любимого восстанавливает. А вы нервы себе портите сейчас. Красивая, умная, самодостаточная женщина. Убиваетесь по вот этому гномику, где там он у нас, да. Я вам прям специально покажу, посмотрите, да, убиваетесь по нему. Слишком много чести, так я вам скажу. Я по раскладу вижу, что с вашей стороны это слишком много чести. Сторону этого человека. А почему вообще он замолчал? Давайте так, с его точки зрения. Почему? Хотя, конечно, мы уже видели, да, королева мечей вышла, что-то он вас так воспринимает. Еще, почему замолчал? Еще какие причины есть для того, что он замолчал? Противоречий много в душе у него. И, возможно, между вами возникли противоречия какие-то. Недопонимания. В этом плане что-то его тоже волнует. Потому что вышла королева мечей, к ней, считайте, дополнение еще и пятерка жилов. Какая-то могла быть у вас война без победителей. Что-то между вами, даже если не напрямую, но какое-то противодействие между вами. А может быть, еще обстоятельства как-то складываются таким образом, что не могут в гармоничную линию выстроиться, и чтобы вы по этому коридору, красивому, светлому, открытому перед вами, прямому пути вперед, вместе с ним пошли. Вот так он считает, что есть какие-то обстоятельства, которые не складываются правильно, ровно, красиво, чтобы вас привести к какому-то, я не знаю, свету конце тоннеля. Вот, поэтому здесь тоже такой момент есть. Почему вы молчите? Вы любите его, у вас есть чувство к нему. Ну, по всем вашим арканам я точно могу сказать, что у вас к этому мужчине, у него к вам чувство тоже есть, безусловно, но у него больше здесь страстные арканы. Здесь мужчина такой, огонь. Он даже если себя показывает не огненным, не с огненным темпераментом, этот огонь внутри него есть, этого человека. Кстати, если он этот огонь пытается в себе погасить, не демонстрировать его, это не очень хорошо сказывается на его здоровье, как эмоциональном, так и физическом. Ему нельзя этот огонь скрывать, ему нужно его демонстрировать. Если он демонстрирует перед вами себя, как короля мечей, это не есть для него на пользу, потому что он, по сути, огненный. У него все огненные арканы здесь выходят, все жезловые арканы страстные. Поэтому у вас есть чувство к этому мужчине, и вы понимаете, что вы с ним, в принципе, подходите друг к другу, что вы с ним партнеры, двойка кубков. Посмотрите, почему вы молчите. У вас настолько вообще к нему эмоциональные моменты есть, прекрасные, несмотря на сложные арканы, которые мы здесь увидели. Вам просто хотелось бы, чтобы этот мужчина сделал шаг в отношении вас. Может быть, просто пришел и сказал, любимая, давай все забудем и будем вместе. Как это сделал бы мудрый человек. Сели бы вместе, обсудили бы, что не так. И пошли бы вместе рука об руку. Он, по всей видимости, этого не делает. Ну, а вы понимаете, что, наверное, вам и не нужно здесь инициативу проявлять. Переживаете, страдаете, мучаетесь, думаете, где там он. Можете ревновать, можете, я не знаю, наблюдать. Все что угодно может быть по этим арканам, но у вас есть чувство к нему. Именно поэтому вы и молчите, что этот человек вам не безразличен. Был бы безразличен, вы спокойнее бы как бы относились бы к этому. Могли бы там и написать что-нибудь и сказать, привет, как дела, ну что там у тебя, все в порядке. А так вас действительно очень эмоционально цепляет эта ситуация. Поэтому вы и молчите. Так, ну я вижу по четверке мечей, что он пока намерен, конечно, лежать в такой вот позе спящего красавца. Пока. Но давайте посмотрим, в ближайших перспективах какие-то действия от него можно ожидать. Помните о том, что это не фатальная информация? Еще раз повторяю, все может меняться. Нам показывают сейчас просто к чему идет нынешний сценарий, так сказать. Можно ли ожидать от него действий в ближайшее время? И стоит ли действовать вам с точки зрения карт Таро? Не совет. Это просто взгляд карт Таро на ситуацию. Мужчина очень гордый. Я вам так скажу по этому раскладу. Вы мужчине нужны. Вы важны для этого человека. Вы даете ему заряд энергии. Вы даете ему свет. Вы даете ему тепло. Вы даете ему великолепные эмоции. Кстати, у кого-то в истории отыграется все-таки присутствие какой-то королевы еще. Потому что вышли на его стороне две королевы. Вы королева Жезлов. Эти обе королевы вышли как вы, в принципе. Но у кого-то, если вы знаете, что есть влияние другой женщины, может быть мать, может быть бывшая, может быть любая женщина какая-то по королеве мечей. Если есть, то там может быть это влияние. Мужчина очень гордый. И я вам так вот скажу то, что я вижу по этому раскладу. Ему очень сложно переступить через свою гордыню, через свои какие-то заморочки даже в голове. Потому что у него очень много заморочек этих. У этого человека их полным-полно. Здесь мужчина предпочел бы, конечно, чтобы вы, возможно, пошли на поклон. Либо вы, может быть, признали, что в чем-то неправы. Либо как-то нашли какой-то правильный выход из этой ситуации. Ему хотелось бы дальше горделиво сидеть на своем троне императора. А вы, чтобы ему предлагали, так сказать, варианты. При всем при этом он пока действовать не намерен. Потому что ему нужен период. Может быть все обдумать. Может быть остыть. Может быть сделать для себя какие-то выводы. Мужчина здесь обязательно будет действовать в будущем. Потому что аркан император не означает, что мужчина не будет действовать. Он обязательно здесь проявится, появится. Более того, не как гномик. Он должен себя вести здесь более зрело и как-то ответственно. Но, так и хочется сказать, все равно как-то через губу общаться с вами. Как бы все равно немножко свысока он хочет быть выше этот мужчина по аркану императора. Стоит ли вам делать какие-то шаги с точки зрения второй инициативы проявлять пятерка пентаклей? Но это нет. Это нет. Потому что вы, наверное, сами понимаете, что не стоит. Вы, наверное, сами понимаете, что здесь этот человек должен принять решение сам. О том, что он хочет дальше с вами общаться, хочет дальше продолжения. И тогда уже можно будет действительно что-то с ним обсуждать. И как-то что-то решать. Потому что по пятерке мечей... Ой, извините. По пятерке пентаклей аркан нищих. Посмотрите, вот они сидят под монастырем. Пятерка мечей не зря сказала, потому что она постоянно выходит в наших раскладах. Удивительно, что сейчас не вышло. Ну, слава богу, конечно. Но пятерка пентаклей – это аркан кризиса. Некой духовной нищеты. Вы сейчас могли подойти с ним к такому какому-то моменту. И пока не стоит, не стоит. Этот аркан говорит, что нет, скорее нет. Ваше, конечно, дело, ваше право. Можете действовать. Можете как-то там писать ему, просить о чем-нибудь, еще что-нибудь. Но, скорее всего, он вот так вот в заморозке и будет. Напишите ему смс, он промолчит. Либо, знаете, сделает вывод. О, вот какой я великий. Она подчинилась моей воле. Даже если он поступил как самодур, и он был виноват, допустим. Может быть, он вообще как-то непонятно, почему замолчал. Либо были причины для того, чтобы он замолчал. Но он в этом случае себя почувствует очень гордо. Это неплохо, конечно. Но вы только польстите самолюбие этого мужчины. А каких-то решений, серьезных как таковых, он не примет, получается. Тут ему тоже нужен этот период молчания между вами, чтобы что-то осознать. Осознать реальную ценность вашу для него. Давайте посмотрим, на что вам нужно обратиться. Нет, спросим, видят ли вообще карты Таро в ближайшее время какие-то перспективы между вами, ваших отношений. Каковы они? Появятся там когда? Ну, во-первых, в вашей жизни обязательно появится другой мужчина. Потому что нам показывают еще другой, да, придворный аркан. Это аркан рыцарь Пентакли. А с ним какие перспективы, если это другой мужчина? Общение. Пока у вас начнется какое-то общение довольно страстное, интересное. То есть у вас будет шанс на то, чтобы начать общение с новым мужчиной. Вот так я вам скажу. Нам еще не показывают, что это что-то серьезное, к чему-то это приведет. Может быть, даже и не один мужчина, кто знает. Но вам тут такой посыл, что не зацикливайтесь на этом мужчине, продолжайте общаться с другими людьми. У вас обязательно возникнет сейчас еще возможность общения с кем-то другим. Возможно, построение других отношений. Но, что касается этого мужчины, то рыцарь Пентакли выходит в том, так сказать, понимании, в том смысле, что и с этим мужчиной вы можете продолжать отношения. Но они у вас как были какие-то затяжные, без каких-то конкретных решений. В ближайших перспективах так и сохранится. Какого-то бурного развития событий пока нам не показывают. Но опять-таки мужчина здесь должен созреть. Для того, действительно, за вами соскучиться. Действительно, понять, кто вы такая вообще в его жизни. Для того, чтобы решиться на какие-то активные действия. Ну, а дальше вы уже будете сами решать, как вам с ним себя вести и как поступать. На что вам нужно вообще обратить внимание сейчас в вашей жизни? На то, что вы сейчас с этим мужчиной находитесь, вот как эта девушка с закрытыми, завязанными глазами. У вас может быть с ним, конечно, сейчас вот такое противостояние. Вы молчите, он молчит, вы смотрите друг на друга здесь молча. И в итоге ситуация тупиковая, какая-то патовая, безвыходная. И вам нужно выбираться из этого аркана на самом деле. Потому что вы находитесь сейчас в энергетике по двойке мечей. Возможно, это невозможно, а точно. Эта энергетика блокирует вас и во многих сферах вашей жизни. У вас может не так хорошо складываться ваша карьера, перекрываться денежные потоки. Возможности знакомства с новыми людьми, с новыми мужчинами какими-то. Потому что вы находитесь в аркане двойка мечей. Вам нужно понять, что нужно выходить из этого аркана. Потому что вы во многом сами себя туда загоняете. Много мыслей о нем, много переживаний о нем. Много копания, так сказать, в причинах, почему так происходит. Почему он так себя ведет. Вам нужно выбираться из этого аркана. Заниматься собой любимое. Заниматься своими делами. Я понимаю, что это звучит банально. Но тем не менее. Тем не менее. Потому что если вы будете пребывать в этом состоянии. Он ничего. Он нормальненько там отдохнет. И пойдет дальше по жизни. Добиваться своих, так сказать, каких-то целей. А вас он вгоняет в пятерку пентаклей. В девятку мечей. В сложный аркан. Еще и в двойку мечей. То есть вы в этой ситуации морально, эмоционально страдаете больше. И вам нужно из этой ситуации выходить. Подумайте об этом. А как вы можете выйти? Как вы можете выйти из этой ситуации? Только не позволяя себе мысли об этом. Только пытаясь, стараясь, делая все для того, чтобы отвлечься. Заниматься своими делами, своими проблемами, своим продвижением. Своими какими-то планами. И идти вперед. А дальше уже время и жизнь покажет. Ну вот такой получился у нас расклад сегодня. Спасибо большое за то, что досмотрели до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх. За теплый комментарий под моим видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки. Если хотите, получайте уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю. Крепко обнимаю. Желаю счастья, гармонии, любви. Конечно, самых безоблачных отношений. С вашими партнерами. Всего вам доброго, мои дорогие. Пока-пока. До следующего расклада.